В конце сентября смоляне отмечают 69-ю годовщину освобождения своего города от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном собрании, посвященном этому событию, побывали и наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий» и «Им слово». Смоляне привыкли гордиться своими земляками. В Большой зал Смоленского драматического театра имени Грибоедова, чье имя неразрывно связано со Смоленщиной, от звуки «Слався» великого Смоленина Глинки вносится официальная копия знамени Победы, водруженного Смоленином Егоровым над поверженным Рейхстагом. Так открывается торжественное собрание, посвященное 69-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. Главные поздравления в этот день звучат в адрес ветеранов. Страницы, вписанные ими в историю Великой Отечественной войны, священны. Как священные и страницы, вписанные Смоленском в историю России. История нашего города складывалась днями, десятилетиями, столетиями и теперь уже вторым тысячелетиям города. За это время город прошел очень много испытаний. Но для того, что в этом городе жили всегда мужественные и сильные люди, город прошел эти испытания. Во все времена люди были главным достоянием Смоленска. В праздничные дни полку смолян, носящих звание почетного гражданина города, прибыло. Диплом, нагрудный знак и памятная лента были вручены смоленскому учителю, депутату городского совета Юрию Степановичу Попову. И в каком бы уголке нашей страны не находились люди, удостоенные этих регалий, смоляне помнят о них и считают их своими, смолянами. Дорогие друзья, позвольте мне поздравить вас от имени почетного гражданина нашего города, Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирима. Патриарх отдал служению в этом городе 25 лет своей жизни. При нем возродились церковные жители в нашем городе, в нашей области. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, что, конечно, главное в городе – это его жители. Очень важна эта структура, важно очистить город от мусора, важно наладить хорошее снабжение электричеством, водой, сделать хорошие дороги. Но самое главное – это люди. А в люди, конечно, самое главное – это душа. Нам с вами выпало счастье жить в мирное время. Но в отсутствие внешних врагов мы не должны забывать о других врагах внутренних. И, конечно, главное – это духовная составляющая нашей жизни. Если в нашей души есть мир, если есть любовь, если есть покой в нашем сердце, то не так страшна даже бедность, не так страшна отсутствие даже самого необходимого. А если душа обращена с Богом, если нет мира с ближними, то как бы ни было устроено внешне наша жизнь, мы с вами счастливы никогда не будем. Есть такие замечательные слова. Владеющие собой больше завоевать их горды. И поэтому, конечно же, очень важно, чтобы в наших сердцах не было врага. Чтобы наши сердца, соединенные с Богом, жили радостно, счастливо. Позвольте пожелать нам всем этого мира в ваших душах, счастья в ваших сердцах. С праздником! Спасибо!